МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошлое нужно беречь, сохранять то лучшее, что у нас есть. Касается это и архитектуры в полной мере. Давайте посмотрим видео. Один из объектов, у нас есть положительный пример, который удалось восстановить, а потом прокомментируем. Перед нами была поставлена задача сохранить архитектурный облик здания, здания гимназии номер один, с чем мы и справились. Вы знаете, как раз это один из лучших примеров того, что бережно отнеслись к старине, к замыслам старинных зодчиков. Этому зданию уже сто лет, недавно было. Я думаю, что так и надо делать. Мы очищаем стены, убираем все эти косметические на белые, на красы и восстанавливаем абрис старых окон, или окон, скорее, правильно сказать. Но мы восстанавливаем в новом качестве, но уже совершенно то самое содержание, которое задумывалось тогда еще, ту форму вернее. Мы таким образом все вместе участвуем, положительно участвуем в сохранении и восстановлении облика первоначального Севастополя. Потому что если мы будем ходить и видеть какие-то вновь измененные окна, это не разрушит всю эту гармонию. А вот этот подход очень правильный. Пожелать можно, во-первых, чтобы они дальше восстанавливались все до конца, то есть все эти ремонты произошли. То есть там внутри должно быть уютнее, чем было. Это во-первых. Во-вторых, таким образом мы косвенно участвуем в привлете эстетического воспитания наших школьников. Это очень правильно, когда они видят такое бережное отношение, и цветовое бережное. Потому что вы помните, какие-то были какие-то синие-голубые окна, какие-то несуразные. То есть то, чего не было никогда. Сто лет назад было совсем не так. Мы сейчас немножко прикоснулись к этому прошлому, который нужно беречь. Вот действительно, когда смотришь и на такую работу, которую проделываю, ты на такие объекты по-другому и на город смотришь, и историю. Все это понимаешь и чувствуешь. Абсолютно с вами согласен. Вот было действительно ощущение очень приятного такого прикосновения к прошлому, потому что я Севастополь раньше изучал только по книгам, по открыткам, и всегда восхищался. Я уже говорил об этом в мае, когда сюда приехал работать, сказать, что сам образ этого старого, старинного очень города был всегда и остается божественным. Это белокаменный город, утопающий в зелени. И вот обратите внимание, что в те трудные года послевоенные, когда в 44-м, 9-го мая освободили город, достались-то одни руины. Он ведь вошел действительно в число наиболее уничтоженных городов. И задача была не наскоро его восстановить, не как попало, а именно все-таки по канонам архитектуры. И тогда Иосиф Виссарионович поставил задачу, и были собраны лучшие силы страны, архитектурные и строительные. И с этой задачей очень достойно справились. Я до сих пор хожу, ну уже какой, месяц больше, чем 8 месяцев, хожу по центру, вот просто восхищаюсь. Сегодня прошелся еще раз по горке, смотрел, но до такой степени красиво, что просто можно, я говорю, каждый день открываешь новые вещи. Потому что я всегда себе представляю то время, когда людям негде жить. Ну, это очень плохо. Ведь можно было сказать, да давайте что-нибудь построим, да и все. Но тем не менее Иосиф Виссарионович масштабно мыслил, как настоящий лидер страны. И задача была поставлена, достойность выполнена. Вот так и надо восстанавливать. А сейчас, если мы говорим о том, что нужно делать нам на нашем простом человеческом уровне, хотя бы не портить старое, да? Ведь вот любой вопрос, как касающийся даже замены окон, ну не надо здесь фантазировать. Я понимаю, что всем хочется сейчас жить в тепле и в июте. Ну, если вы ставите тоже там евроокно, как сейчас говорят, да, с этими вакуумными пакетами, вы хотя бы не меняйте контуры, обрез самого окна. Если оно было так нарисовано теми зодчими, давайте восстанавливать ту картинку. Ведь вот когда на гимназии работали, первоначальные замеры пришлось немножко изменить. То есть они когда замерили, сказали, вот так получается, вот так, как мы научились делать. Я говорю, нет, давайте, наверное, сделаем так, как все-таки было задумано. И перезамерили, ну немножко поворчали чуть-чуть, но надо отдать должное подрядчикам и оконным, в том числе, с пониманием. Отнеслись и сделали так, как было придумано. Не нами, а теми зодчими. И это, я считаю, очень здорово. И, кроме всего прочего, развивает вкус и понимание того, что мы живем в особом городе. И у нас есть вот действительно то, что нет у других. Какие планы у Союза Архитекторов на 2015 год? Вы знаете, вот совершенно недавно прошла незамеченная дата. В январе этого года было 80 лет. С момента, как заложили Союз Архитекторов. Я понимаю, что не все далеко не все знают о том, как эта организация была основана, как же эти какие задачи. Все просто знают. Союз Архитекторов. Это не просто профсоюз. Это не профсоюз даже. Это совершенно другой творческий союз. Но я немножко делаю микроанонс. В пятницу бизнес Наталья Владимировна об этом более подробно расскажет. Я считаю, что она с сознанием дела, так как она стояла у истоков, очень давно здесь работает. И она расскажет о том, что же мы все-таки хотим в этом году сделать. Поэтому внутри Союза для себя обсуждали такую задачу. 2015 год – это год союз архитекторов. Вот не просто 80-летие, и речь не в каких-то празднованиях и каких-то еще вещах, а речь о том, как проинвентаризировать все задачи, посмотреть, какими они были, какими они будут, как они изменятся, что надо нового, что надо не забыть, на самом деле, сделать в этом всем. Поэтому не буду забегать вперед, она об этом расскажет в пятницу. Система образования, вот наша школа, которая занимается и воспитывает будущих архитекторов, вот каким вы видите развитие этого направления? Вот 27-го, по-моему, декабря, накануне, перед Новым годом, мы как раз говорили о том, что же все-таки мы ждем от этой самой идеи. Потому что, когда я сказал о том, что в Севастополе сам Бог велел создать Академию архитектуры, то есть она в полном формате длиннее будет называться, значит, на меня некоторые посмотрели, как на человека, ну, скажем, немножко не от мира сего. А потом, когда мы разговаривать стали уже, все говорят, так это же на самом деле здорово. Эта идея, вы знаете, встретила колоссальное количество союзников, приспешников, те, кто хотят именно в этом всем участвовать. Причем хотят, я повторюсь, и дизайнеры, и художники, и архитекторы, и скульпторы, и макетчики. То есть все люди творческих профессий, которые к этому сопричастны, они совершенно точно в этом хотят участвовать. Я не говорю, что вот мы сейчас раз и по маневению волшебной палочки или щелчку пальцев взяли и обрели. Это, наверное, долгосрочный процесс. Я уже приводил пример, не буду полностью повторяться в декабре, о том, как создавалась современная Уральская академия архитуры. Когда я поступал, это был всего лишь на все филиал факультета архитурного от Уральского политехнического института. Это был 1972 год. Сейчас прошло уже 40 с лишним лет, с этого момента. Этой академии уже скоро 45. И это стало повседневной школой, которая имеет в развитом виде полноценные крылья. Это и урбанистика, и дизайн, и промышленная архитектура, и масса-масса направлений, которые совершенно точно нам нужны. Мы все время, особенно в последнее время, об этом говорится часто, все время говорим о том, что нужно уменьшать свою зависимость от многих зарубежных технологий, компаний и так далее. Но я скажу, что это не просто лозунг или призыв. Это совершенно точное понимание, что Россия все-таки самодостаточное государство, и она имеет все для этого причины, и все для этого ресурсы, чтобы именно такой стать, особенно в области образования. Наше русское образование всегда ценилось в мире, и любые школы, архитектурные, медицинские, физики, кто угодно, в любых сферах всегда были очень самостоятельными и преуспевающими. Поэтому я совершенно точно знаю, что если эту идею мы будем обсуждать, и дальше мы дойдем до того понимания, как это делать практически. Пока есть поддержка на всех уровнях. Я очень надеюсь, что и правительство будет первым здесь помощником в этой сфере. Какие перспективы для города открывает эта архитектурная школа? Эта архитектурная школа, это целая сфера. Я думаю, что как-то выделим время с вашей помощью на отдельную передачу по созданию, так сказать, этой школы всей. Это не просто здание, о котором мы говорим, что нужно построить здание, и там заселить кабинеты, и раздать портфели для управленцев. Нет, это должна быть та школа, которая должна возникнуть именно на почве Севастополя. Потому что мы когда говорим о том, что местные зодчие должны работать в полном формате, это не просто архитекторы, это масса сопутствующих профессий. Это и архитекторы-городостроители, и архитекторы-ландшафтники, и вспомогательные профессии порядка тех, кто занимается в смежных областях, допустим, проще сказать, чтобы не зарядать дебри, это те, кто работают руками потом на базе этого. Это не просто теоретики, это на самом деле целая сфера городостроительной деятельности, которая должна вырасти на нашей почве Севастопольской. Александр Юрьевич, поделитесь творческими планами, Вашими личными. Ну, я уже говорил очень коротко, и об этом написали, что мой контракт в связи с возрастом истек 31 декабря, поэтому бросать Севастополь, естественно, мне не захотелось. И вот я сейчас остался здесь, и надеюсь, что пока на НИВе Союза архитекторов Севастополя я эту работу продолжу. Значит, я пенсионер, с 1 января уже пенсионер, поэтому меня больше интересует сейчас, чем я могу быть полезен в Севастополе. То есть опыт достаточно большой, я почти 42 года в профессии, понимаю многие вещи, которые надо делать, и как надо делать. Поэтому готов этим опытом делиться, и было бы странно, если бы я развернулся и уехал. Поэтому я с Севастополем, я в Севастополе, и чему очень рад. Мы тоже. А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, направить свои силы готовы на что-то. Вот как вы считаете, на что нужно направить их в первую очередь? Мы сейчас говорим не просто обо мне, мы говорим сейчас о севастопольцах. Ну, я считаю, что вот одна из главнейших задач, это у нас вопрос восстановления исторического центра в Севастополе. Это не просто задача такая декларативная, что вот надо восстанавливать и все. Надо первое, что перестать в эпоху, пока еще не действует в полном формате регламенты, перестать портить то, что мы имеем сейчас. Ведь я давно говорил и, может быть, даже уже надоел многим про кондиционеры. Вот я считаю, что то, что с кондиционерами происходит, это происходит полное безобразие. Я понимаю, что тема такая немножко раздражающая, но я понимаю, что надо, тем не менее, решать ее правильно. Как ее правильно решать? Кондиционеры с фасадов должны быть все убраны. Вот если программа, которая будет реализована с точки зрения ремонтов, значит, сначала начинается с переноса кондиционеров во двор, восстановление всех изуродованных поверхностей, потому что там куча дырок сразу вылезет, мы понимаем. Значит, восстановление первоначальной поверхности фасадов от всех старых накрасов, набелов, то, что мы видели на гимназии. Обратили внимание, когда живьем, видишь замечательное зрелище, очищенное, инкерман. Вот. И опять-таки, значит, все ненужные рекламные вещи, которые не свойственны центру города, они должны быть тоже убраны. То есть именно вот то, что мы говорили еще в мае, начинали, когда эта программа очень верная. Спасибо за тобой. А вот есть в городе такой объект, которым вы любуетесь, и не только как житель этого города, но и как архитектор? К сожалению, это все старые объекты. Из новых, честно говоря, не очень пока что-то вдохновляет. А вот из старых, вот все старые храмы, все старые здания, на которых в историческом кольце присутствуют цифры 1950 или 1951 или 1952, вот то самое время, золотое, когда восстанавливали центр города. Вот этим я, конечно, любуюсь. Но особенно вот все храмы, большой морской храм, который напротив этого ужасного диалога. Замечательный храм. Золотые купола. Смотришь издалека, особенно в хорошую солнечную погоду, просто восхищение. Благодарю вас за участие в программе. В следующий раз поговорим об архитектурной школе. Продолжайте следить за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя.